Сколько в этом году готовы выделить дамы на подарки своим мужчинам ко дню защитника? Инфляция в Татарстане, что и на сколько подорожала? И почему фрилансеры сейчас получают втрое меньше, чем могли бы? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пена для бритья, гель для душа, конечно, входят в планы покупки. Каждый третий опрошенный. 28% дам настроены подарить алкоголь. Каждая четвертая деньги. И еще 22% какой-нибудь умный подарок, гаджет. Своё исследование провел Яндекс уже на предмет, кому ищут подарки на 23 февраля. Анализировали запросы в поисковике. Оказалось, чаще всего мужу 81 балл, коллегам 76 баллов, парню намного реже. Начальнику всего 5 баллов. И совсем редко такой запрос со словом «подарок» или «что подарить» набирают для свекра и для сына. Всего 2 балла из 100. Годовая инфляция в Татарстане в январе этого года ускорилась до 5,1%. До этого в декабре 2020 года была 4,8%. Это данные Банка России. Ускорение инфляции экономисты объясняют действием временных факторов федерального характера, снижением предложений некоторых сельскохозяйственных культур, ростом цен на продовольствие на мировых рынках, ослаблением рубля. По данным Росстата, сильнее всего в Татарстане подорожала плодо-овощная продукция в январе на 19 с лишним процентов. Это если сравнивать еще с доковидным январем 20-го. А если с декабрем, то это уже было снижение после роста в 21%. Куры и яйца росли в цене из-за подорожания кормов и прошлогоднего птичьего гриппа. Мука и хлеб из-за того, что российские производители пшеницы отгрузили ее на экспорт в рекордных количествах, ожидая введения экспортной пошлины. И как результат цены на зерно на внутреннем рынке выросли. Всего годовая продовольственная инфляция в январе в Татарстане составила 7,5%, а непродовольственная заметно меньше 5,3%. Подстегнули ее увеличенный спрос и слабеющий рубль. Ликовые автомобили выросли в цене на 8 с лишним процентов в январе этого года к январю 2020. Цены на бензин без малого на 3%. И медленнее всего в республике дорожали услуги. В январе в Татарстане услуги подорожали на 2% в годовом выражении. Это существенно ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России. В пределах 1% подорожали услуги образования. Ряд колледжей и техникумов провели индексацию стоимости обучения, которую они откладывали с сентября прошлого года. Постепенно восстанавливается туристический поток в Татарстан. В результате оживился спрос на культурные мероприятия, поэтому ускорился рост цен на услуги организации культуры. В январе они стоили на 1,3% больше, чем год назад. Но это все равно ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по стране. Количество фрилансеров на рынке труда будет расти и к 2025 году удвоится, пишет коммерсант и ссылается на исследования одной из аудиторских компаний. Российский рынок фриланса в год будет прирастать, как ожидается, примерно на четверть. Если говорить о Татарстане, то плюс 25% фрилансеров в год для республиканского рынка труда – это даже мало. Так оценили перспективы наши эксперты на рынке труда. Работодателя в такой ситуации привлекает то, что вольного работника можно искать точечно, под конкретные задачи. Работает он дистанционно, можно сэкономить на офисе. Для самих же фрилансеров такая работа – возможность не привязываться к одному месту и работе. При правильном законодательстве фрилансер может зарабатывать очень много. Но я думаю, что 100 тысяч – это такой средний показатель мог бы быть. В чем причина? На самом деле, даже несмотря на то, что наш закон уже появился об удаленной работе, и он тоже помогает фрилансерам правильно выстраивать взаимодействие с заказчиком, потому что для фрилансера это не работодатель, как таковой в стандартной форме, это заказчик, заказчик какой-то услуги. И пока этот процесс не отлажен. Мошенников огромное количество на этом поприще, и поэтому ребята, которые действительно выполняют огромное количество проектов, получают деньги не за все, в большинстве случаев. Сейчас двое из трех фрилансеров зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц. Это даже меньше, чем средняя зарплата по республике – 38,5 тысяч. Особенно фрилансеров ищут маленькие и средние фирмы, а наибольшим спросом они пользуются в сферах, связанных с IT, дизайном, переводами и страхованием. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok